Чувашская делегация вернулась с Ганноверской ярмарки, которую называют витриной промышленности всего мира. Одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации стала традиционной, поскольку проводится регулярно с 1947 года. Сегодня ее участники делились своими впечатлениями от поездки. Каждую весну в Ганновере встречаются поставщики и производители промышленной продукции. Тема нынешней встречи была посвящена энергетике. Россия в этом году стала страной-партнером ярмарки, что сама по себе почетна. Таким образом, организаторы признали тесные торгово-экономические отношения между Россией и Германией. Российскую делегацию на Ганноверской ярмарке представляли свыше 170 участников, в том числе и с Чуваши. Это представители не только крупных, но и средних и малых предприятий. Немецкая сторона акцентировала внимание на том, что сотрудничество между Россией и Германией должно строиться не только на страновом, но и на региональном уровне. На сегодняшний день рассматривается между двумя странами, между Минэкономией развития Российской Федерации и Министерством экономики Германии, план обмена, а точнее говоря, больше визитов, деловых миссий средних и небольших предприятий Германии в Российскую Федерацию. И в том числе Чуваша, как регион, скорее всего, будет включена в этот перечень, в этот маршрут. Для стран деловая встреча в Ганновере – шанс расширить экономические связи. Для деловых кругов познакомиться с инновациями и изобретениями, наладить или даже возобновить контакты, пообщаться в рамках семинаров, конференций и круглых столов с экспертами, представителями различных компаний, представить себя. Чуваша оформила свой стенд, экспортный и инвестиционный потенциал, презентовала электротехнический кластер, малые и средние предприятия республики, причем в той части выставки, где демонстрировались инновационные разработки. Наша компания в первую очередь поехала туда, чтобы посмотреть, конечно же, на новинки отраслевые, которые представляют собой либо наши зарубежные партнеры, либо конкуренты из других стран. Естественно, одной из также целью было вывести молодых специалистов, конструкторов и разработчиков, чтобы они воочию убедились в том, какой сейчас тренд преобладает в промышленности. Между тем, чувашская делегация не только перенимала мировой опыт, но и с уверенностью заявляла о своем. Представители электротехники уверены, что на сегодня вполне конкурируют на рынке с Германией. И тут, и там тенденции схожи. Нет погони за массовостью в производстве. Я посмотрел производство и оборудование самое. У нас, в принципе, все то же самое. Это лучше. Ведь Ганновер – это самое лучшее, что есть в мире. Они обозначили, что, в принципе, за массовым производством, где именно вот такой вот уровень бешеной автоматизации, обращайтесь в Китай. Нам прямо так и сказали, что это Китай. А мы вот именно за крупными партиями, но и по индивидуальному заказу. При этом они говорят, что готовы, не отказываются от работы даже в количестве одно-два изделия. То есть для них это не проблема. Но, честно говоря, мне показалось, что, в общем-то, по уровню именно испытательного оборудования они, конечно, намного впереди. Предприятия за рубежом высокоавтоматизированы. Оплата сотрудников много выше. Делились впечатлениями участники чувашской делегации. Говорили, эта поездка еще раз утвердила во мнении, что нужно повышать производительность труда в республике либо через автоматизацию, либо через научную организацию труда. И что ярмарка помогла наладить деловые связи. А вот как показали и заявили о себе, станет понятно позже. Потому как будет идти экспорт. Ольга Григорьева, Леонид Клейман, Республика. Продолжение следует...